Доброе утро, все мои дорогие! Мы сейчас позавтракаем. А это еще один завтрак. Поднизу у меня хлебушек и соленое масло. Мне очень нравится соленое масло. Ну и колбаска, и вот такой кофеечек. И смотрите, какая тишина и покой. Два столика всего лишь. Ой, балдеж! Мы на море пойдем? А нет, тушки дорогушки, пошлите. Где я хочу себе что-то надувное посмотреть? Ну вот, хочется почудить мне. Любимый магазинчик. Конечно, это мы посмотрим. Но Тане, что нужно? Тане, нужно надувной круг срочно. Срочно нужно что-то поплавать. А ну-ка, ваша нынти. Это мое, гляньте. 10 евро вот это покупала в том году. Оно переворачивается. О, херня! Пингвин такой купи его за 30 евро была. Вот такие лодочки у нас за 35. Боже, а сколько же будет матрас стоить, а? А ну-ка, пошлите глянем. Вот такое мне надо. Или вот такое хотя бы. Прикиньте, меня в такой штуковине. Сидушки. Или может вот такое кресло себе, ребят. Не-не-не, мне нравится сидеть. Там мохито не хватает. Так. Сколько у нас тут стоит? И меня за этим пистолетиком. Ребята, короче, не дают снимать, потому что очень много людей в этом проходике. А я себе уже, смотрите, что я надыбала. Вот такое все обыкновенное. Стоит 18,99. И погнали. Сейчас, кстати, его, когда покупаешь, сразу тебе его и надувают. Прикиньте, бесплатный первый раз. Она для вас зашла снять купальнички. Вот где я все время раньше покупала. Это чиновский, но хорошего качества. Так что заценяйте. Ценки у нас здесь, вот смотрите. Один лифчик. Сколько у нас? 50. Примерно цена у всех одинаковая на лифчике. Вот такие моды у нас в Испании. В этом году. Это такие средние. Все почти одинаково, можно сказать, стоят. Вот такие модельки, смотрите. Прикольные, да? И разных цветов, конечно. Вот. Летовые. Цвета все яркие. Большие размеры, маленькие. Мне понравился вот этот. Но я вот этот прикол уже знаю. Вот это будет скоро поломается. Это все раскроется и будет одним бантом. Но модель мне очень понравилась, правда? Сколько он стоит? 9,50. Ну, почти все одинаково, девочки. Видите, да, модельки? Вот. Смотрите внимательно. Специально надо вас, девчонки. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так что собирайся, иди домой, иди кури. Какого ты снимала лифчик вообще? Да, конечно, а кого хрена она его раньше не сняла? Кого? Не хотела. Не хотела? Ну да, конечно. Ребятки, а вода у нас сегодня такая, кака. Редко такое бывает. А может именно на этом углу, но такое намело сегодня. Но водичка тепленькая. Ой, вы, чувак, молочко. Сейчас я вам покажу, куда мы пришли сегодня. Физкульт, привет, ребятки. А мы сегодня вновь все гляньте возле Черенгиту. Боже, как он красиво смотрится ночью, этот барчик, да, вот, с своими жазглонгами. И какие воно поганы дивиться утром. Очень включает свет, такая красотень, огонечки, там постеление. Ой, все, деньги бешеные платят. А сейчас все пришел, глянь, ну, нияки, правда? На обыкновенном городском пляже. Да-да-да. Так, интересно, сколько оно стоит здесь посидеть, наверное, попить? Вот это надо будет узнать ночью, когда мы приползти сюда, да, ребятки? Вот. Мы сегодня на городском пляже, но с другой стороны, где парковочки были, в принципе. Сегодня, честно говоря, немножко ветерочек, не знаю, что вам не будет задувать, но погодка просто так и шепчет. Так, девочки, купальничек вы увидите в следующий раз. Сегодня я там не буду стриптиз устраивать, показывать вам, но мне купальничек понравился. Я думаю, что мне будет супер. С матрасиком я наприкалывалась. Мы набалделись, девочки. Какая прелесть. Я обожаю с ума сходить. У кого-то день рождения. Компляню, фелиз. У-ху. Поздравляют. А вот это у нас, вот смотрите, фара. Ой, ребятки, сейчас ветерок, правда? Вы уже простите, если задувает. Ночью здесь шикарно. Вы можете так чудесно провести время здесь, на этой фаре, в темноте. Я вас сюда когда-нибудь ночью приведу, немножко так вперед. Классно. Мы сюда на рыбалку тоже приходим. Такой видос классный, правда? Хо-хо-хо. Супер. Вон, видите, еще один барчик там в Дали стоит. И там дальше еще один. Горы, море. Ай, класс. Супер. Мы и примостимся. Гляньте, надо ж такое, ага. Возле моря вот так вот примоститься. Это еще и у тенечки. Я всегда, значит, дойду себе, как говорила, Алибаба номер два. Девочки. Ну что, видели, да, как девушка заигрывала? Жалко, очень жалко. Ну, вы знаете, на мужиков же всех же не угодишь. Что ж ты поделаешь? Так же самое, как в этом видео. Наверняка вот сейчас ровно только что подняла вам видео это. И сама сижу такая, думаю, я представляю, какая там реакция будет у нас у некоторых женщин. Специалистов, видишь ли. Которые там много написали мне. Ой, Тань, ну ты знаешь, говорит, в предыдущем моем видео. Ну, зачем ты мужиков в дом-то пускаешь? Зачем? Видно, сдалека уже было, что там толку было мало. Ой, девочки, вы знаете, я вам так завидую от чистого сердца. Какие же вы у меня профессионалки, а? И одна написала тоже, в дом не надо вообще пускать. Девочки, а можно задать вам такой вопрос? А что с ним вообще делать? Вот вообще? Пожалуйста, поделитесь с нами, всеми у девчонками опытом. Вот честно говоря. Вот с мужиком вы познакомились. Вот расскажите мне, пожалуйста, вот что с ним делать? Вот познакомились вы там, повстречались. Цветочный букетный режим, как я говорю. Сезон, назовите его как хотите. А потом что? Вот полочка за полочкой расскажите мне. Ну, повстречались. Сразу замуж, да? Вот сразу замуж. Да. Я уже не хочу говорить за стадистику, сколько там у нас мужиков. Ну, мужиков не хватает, правда? Хотя, в принципе, одной нужно, чтобы побелил, другой погладил, а третий там, чтобы вообще дрова порубал. А четвертый просто для статуса, как я всегда говорю, правда? Вообще в реальной жизни, как оно бывает, да? Ну, уж познакомиться, надо же попробовать, как оно, что. Ну, по крайней мере, я так делаю. Вы так не делаете, нет? На которые написали там, ой, Тань, как он тебя еще не заразил? Или там твой один из женихов, как они тебя не заразили? Ой, девки, я вообще обхахатывалась. Говорят, вот правда, да, замуж вышла, а потом на тебе, как наградить по полной программе. А вас вообще предохраняться не учили? Ну, ладно. Я уважаю, я уважаю. Бумага к жопе прилипла. Да, и, наверное, комментарии будут под моим новым видео, которое я только что поставила. Наверняка скажут. Ну, нахрена же вы туда претесь? Вот идиотов таких. Все испанцы, козлы, мудаки. Или что можно было делать 45-летнему козлу вот такому вот, вот с молодой девахой? Ой, детки, я уже вас вижу насквозь. Что вы там накатаете? Вот, 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 видишь, все по расчету. Вот, видите, поперлась и с одним и с другим таскалась. Вот так ей и надо, правда? Мои вы хорошие, девочки, девочки. Ну, помню такой случай. Поехала я на Украину. На Украину или в Украину. Кто там у нас корректоры? Девочки, ну, быстро поправили. Безграмотную тупую женщину. Вульгарную с плохим голосом. Корректоры накатали. Поехала я в Украину. Это еще первые разы было, когда я съездила. И помню, приезжаю, но думаю, чем же там дышит, ну, вообще, молодежь. Мама говорю, а та, а та, что там случилось с этой девочкой, а что случилось с той? Ну, знакомые, подруги, соседи, друзья. Вы же знаете, когда мы приезжаем, мы всегда интересуемся судьбами людей, с которыми мы общались, как всегда, правда? Ну, тут уж давай спрашивать, как говорится, за соседей, с кого узнала. И мама говорит, ой, ты знаешь, а вот это, ой, кошмар. Она, вообще-то, меня не любит обсуждать. Говорит, так повезло, прикинь, любовника себе нашла. С деньжатами, ну, это вообще, девка там на такой шикарной машине, муженек чей? Нет, любовник заезжает. Деваха, одетая с ног до головы там, и дома помогает, и всем остальным. Боже, Таня, представь, да? Да, ну, прямо как принцесса ходит. С любовничком, да, вот именно, с любовничком. А с любовничком так на лет так нацать старше. Потом тоже встретилась там еще с некоторыми знакомыми. Именно знакомыми, не друзьями, нет, тоже так поспрашивала. Говорит, ой, так подвезло. Мужик встретился такой неплохой, вообще супер, но уже дважды там женатый был. И еще не знаю, а жениться не хочет. Вот встретились, и так себе, вот как-нибудь живут себе. Рога в наставил, уже рога там уже не знаю что. И к жене бегает, и к моей дочери бегает. А тем не менее, что делать? Ну, пока содержит, пока все нормально, вот как пришлось, как говорится. В третью и в третьего тоже, говорит, когда замуж вышла. Боже, девки. Бьет, как будто собаку, говорит. Утро по вечеру, говорит. Пьяный постоянно приходит, то еще что-нибудь. Четвертая говорит, да, господи, какой кошмар. Рожала детей, а он бухает постоянно, не знаю кто. Ну, и т.д. и т.п. А молодежь так вообще. Замуж вышла вообще по интересу. Да, вот это вот. Посмотришь, девка красивая, такая разодетая. Ну, прям, любо глянуть. Ну, крокодила найдет себе. Ну, это ужас. Я думаю, боже, ну как это? Ну, куда же глаза смотрели? А там же денюжки. За то, как за каменной стеной. Какая разница? Я вообще никого не критикую. Я просто комментирую судьбы, как бы. То, что есть, правильно? И не только на Украине. Что, не правда? А сколько мудачья мы встречаем на улице, повседневку. Вот именно, как я всегда говорю, ну, быдлоты вот этой вот, да. Которые не знают даже женщину своим, я не знаю, слов ему вообще не прибивали. Вот именно, знаете, ты, чума, иди сюда. Да, а что не было? Говорите, что это только на Украине такое желобье. Вы уже простите меня, мальчишки мои. Я знаю, что меня смотрят мальчики, но вот так вот, вот так вот оно есть. Ничего не могу сказать. Мужики, конечно, у нас красавцы. Красавцы во всем. Я не могу ничего сказать. И намного работящие, и намного... У многих ручки золотые, которые именно вот знают по дому что-то сделать. И правда. Но женщин не умеют сидеть. Вот честно говорю, не умеют. Считают, что баба должна замуж выйти, и она уже что-то должна. Она должна приготовить, она должна сделать то, сделать все, делать восьмое, делать десятое. Если ничего не умеет, то то ли у тебя много денег чересчур, то ли ты влюбился до бесконечности. Наша женщина должна всегда кому-то что-то. Правда, девочки? Ну что, не так? Замуж выходим, нам говорят, замуж не выйдешь, пока вот не научишься борщ варить. То, что была хозяюшкой. Хозяюшка, так замуж вообще не выйдешь. Вообще-то все это говорю, вы уже примерно поняли, да, к чему я говорю. Наверняка там заплевались в комментариях говорить. Вот, смотри, девки поехали в Испанию по расчету документы искать. И так же самое искала себе мужа, как говорится, по расчету, ну, получилось по любви. Накладочка получилась. Оказывается, и правда, улюбилась от Аня. Так что я вам могу сказать такой, девочки, мужиков, мужики и женщины так же самое, везде у нас одинаковые. Так же самое, как и здесь хватает таких вот, к примеру, да, женщин. Так же самое и наших хватает. И в наших странах, и в наших, и во всех странах. Так же самое и с мужчинами. Просто мы были неопытные, не знали, к примеру, где вот именно колокольчики вот эти, когда они должны были звенеть. В наших странах, может быть, мы это узнали быстрее бы и распознали, а здесь колокольчики не звенели. Хорошо языка, все время подсказать даже, может быть, и некому. А если есть, то уже поздно. Ну, когда наломаешь дров, какой опыт жизненный, девочки, это я вам честно говорю, правда? Чему я? К тому, что все мы наламываем дрова иногда в своей жизни. Опыт жизненный у всех вас был. Показались, извини меня, прекрасными женами, прекрасными всеми остальными. В них вы выходили замуж вот так вот, и всем фартило с первого раза. Так я вот единственное спрашиваю, зачем, зачем вы вот так вот подливаете огня и обсираете у всех? Неужели вам ничего больше в жизни интересного не осталось, как вот сбрасывать свой яд? Ей тоже написали, нет, Таня, вы что, в вашем возрасте-то уже нужно вообще лапки сражить и сидеть. Куда ты прёсся? Девочки, спите спокойно. Я вас умоляю, спите спокойно. У меня всё чудесно. У меня здоровье есть и по здоровью есть и... Потому что мозги не компасируют. Сама себе, сама встал, сам пью, сам гуляю, сам стелюсь, а сам лягаю. Хо-хо-хо. Вот именно так я и хочу жить на данный момент. По крайней мере, пока не нашла что-нибудь такое, знаете, чтобы был хороший друг. Замуж я не собираюсь, дорогие мои. И буду гулять, пока земля будет дрожать. Сходить с ума и радоваться жизни вот таким вот способом. Да мне плевало я на людей. Сама плевала на их мнение. Купальник один у новый. Я пойду вот этим вот декольте, девочки. Все мои будут, господи. Поотбиваю всех мужиков у вас. А девчонка одна написала. Девчонка, вы для меня все девчонки. Я говорю, Тань, приезжай нам в Россию. Все мужики твои будут. Я вам клянусь. Свежий ветер. Вы с вашими престарелыми мнениями, своими устаревшими, как говорится, понятиями, девочки. Ну, кого вы будете ублажнять? Года-то, часики тикают, как я всегда говорю. Правильно? Хотя посмотрим, что же вы там мне написали. Может быть, я ошибаюсь, а? Крышки. Знаете, самое главное, что именно вот здесь и в этой стране я могу быть сама собой. То, что на данный момент многие из вас этого не могут. Будьте проще. К вам подтянутся люди. Именно здесь я могу потеряться в возрасте. Да, вот именно просто жить, как я хочу. Что я хочу, как говорится, и развиваться, как я хочу, а не как хотите вы. Девчонки, не обижайтесь на меня. Я понимаю, что у всех нас разное мнение. Все мы смотрим по-разному. Возрасты у нас также разные. И воспитание у нас разное. Ну, просто бы, честно говоря, я бы благодарна была, если бы на моем канале просто-напросто вы успокоились, наслаждались жизнью. И брали мою энергию, которая у меня есть для всех. Ненависти и всего этого. Ну, есть свое мнение. Я уважаю. Умнички. Обязательно буду читать ваши сообщения. Пишите ваши тоже, ваши какие-нибудь такие вот истории. Чтобы нам просто было веселее. Ну, не всегда они веселые получаются. Жизненные истории. Пишите мне в маиль, я обязательно их озвучу. Если вы захотите, даже не назову вашего имени. И просто поговорим, обсудим эту историю. Это жизнь, в которой я, вы допускаем ошибки. И никто из нас не идеальный. Ну, я пошла собирать мою мамочку, бы я уже вижу сдалека, что она там бедненькая сидит. Выглядывает. Где же ее красносолнышко-то запряталось? Ну, не знаю, что мы будем делать завтра, но огромное вам спасибо за ваши комментарии, мои хорошие. Так что пошли мы куролесить дальше. Девочки, я вам желаю, честно говоря, никогда не обращать внимания на людей. Им никогда в жизни не угодишь. Вас всегда будут обсуждать. Вас всегда будут критиковать. Ставить на место особенно, да? У нас особенно это в моде. Ставить на место. А жизнь идет, года идут, правда? Забейте на всех. Живите своей жизнью. Все равно будут критиковать. Им не угодишь. А зачем им угождать?